салам алейкум добрый вечер всем кубковые игры они особенные и каждая команда мы знаем все время может создать проблемы не взирая на класс на уровень каком чемпионате играет выше лиги или в первой лиге это всегда интересно а тем более сегодня наш соперник это по-настоящему дерби это по-настоящему всегда интересная статистика да вроде бы как не очень хорошая у нас кубки было санджан ну слава богу выиграли забили один мяч куча проблем было на поле потому что пришлось коррективы вносить в целом всех поздравляю есть движение вперед вроде мы как решили уже выход в плей-офф поздравляю наших болельщиков хочу поблагодарить наших ребят невзирая на такой плотный график они сегодня максимально выложились не стали откладывать силы на какие-то другие вещи на самом деле выложить на 100 процентов показали насколько значимы для них победа насколько значимы для них настроение наших болельщиков поэтому я им благодарен что хотелось бы конечно подчеркнуть из этой игры характер характер который команда наша умеет проявлять когда наступают трудности это говорит о том что мы потихонечку закаливаемся дальше будем двигаться изучать наши анализируют наши ошибки надеюсь что следующих играх будем намного увереннее намного скажем так запасом прочности при преодолевать наши следующие как быть соперник спасибо сегодня по этому показателю мы действительно лидеры в чемпионате и это дает нам шанс находиться верхней части турнира таблицы в первую очередь конечно когда команду строишь у нас много футболистов новых пришло сегодня посмотрите линия обороны только голубин остался из прошлого сезона это серьезное как говорится испытание но тем не менее мы играем пока надежно в обороне да это бог чтобы и дальше так продолжали вот одной из главных задач когда строится команда это выстроить обороны пока нам это удается что касается до урона но действительно есть определенные проблемы со здоровьем благо что это не очень серьезно он уже практически в общей группе сейчас приступит с нами работать я думаю что скоро мы увидим на футбольном поле это хорошая история когда ты привыкаешь к победе они наверно просто уже привыкли победами и так воспринимает этот как должное а на самом деле если серьезно говорить то сложно даются игры мы видим что каждая команда особенно с наманганом выкладывается на 200 процентов играет очень организованно в обороне мы в прошлом игре чемпионат увидели это с урханом сегодня мы увидели сразу все за линии мяча борьба на каждом участке сложно даются победы тема интереснее наш чемпионат и дай бог чтобы до последнего тура как до ну как в прошлом году он развивался чемпионат то есть был интересен захватывающий хотелось бы что все команды все команды а также одержимы играли и наш чемпионат этот только будет расти я думаю больше с этим связано что трудно даются и эмоциональные плескиваются по моему только с этим а то что они делают для болельщиков и принципе вся работа на мангане кто бы не был футболист администрации тренерский штаб основная наша цель основная наша задача чтобы наши болельщики были счастливы мы для этого игра иногда радоваться даже сил нет ну я думаю наверно с этим больше но он впервые были проблемы получил травма в контакте там механическая травма была вышел на поле ну я видел что все таки травма дает о себе знать поэтому выпустили этот ибо видите значит правильное решение было ваш парень вышел в принципе неплохо сыграл еще вот посмотрите статистику сколько мы голов забили и кто забил практически полкоманды у нас забил это говорит о том что каждый футболист который выходит на поле может забить гол хорошо ли это плохо я думаю что хорошо потому что сегодня есть такое понятие как универсализация футбола и те кто считает сколько нападающих на поле и от этого зависит забьем не забьем или как мы играем в атаке ли это атакующий стиль или нет я считаю что это ошибочно сегодня даже два нападающие которые вышли номинальных да они выполняли другие задачи например тимур хаджа больше играл из глубины сначала в центре как вторым нападающим потом вправом его смести от количества нападающих атакующие действия на бахури не зависит не зависит поэтому у нас и все забивают и это я думаю что хорошие показать но я думаю что это временная история клуб все делать чтобы быстренько закрыть эти вопросы и чтобы больше они вообще не возникало сегодня слава богу таким области под его чутким руководством идет стабильно финансирование и создается все условия я думаю что это больше организационная проблема чем проблема с финансированием на днях эти проблемы закроются